здравствуйте здравствуйте петрозаводск снова в эфире на этот раз тахацу центр и собственно у нас вместе с поступлением параллельных моторов за поступило два мотора тахацу 9 9 20 оба на дистанции один коротконогий стандартный 2 длинноногий собственно пол как положено полный комплект машинка вливая тяга бак шланг мотор европейский гарантия соответственно европейская ценник как обычно космический по поводу цен ребят я все понимаю прекрасно цена космос мотор мы не везем даже за эти деньги бессмысленно вкладывать деньги и это реально дорого но от вас есть запросы кто-то ищет конкретный мотор хочет его купить поэтому есть люди которые привозят поставили нам на реализацию эти моторы соответственно один такой один такой моторы в наличии по высокой цене цена в описании но вариантов особо нет когда люди начинают кричать цену на снизить что так дорого сушить и мы возьмем дешевле если вы привезете дешевле если кто-то готов привезти мотор поставить его без проблем поставим по вашей цене это будет дешевле но надо понимать что у нас с марта собственно 22 года лодочные моторы попали под санкции и это прямой запрет для ввоза в россию из стран которые поддерживают это япония это америка это евросоюз то есть на где моторы продаются в основной рынок и производится оттуда возить нельзя соответственно тот кто везет он совершает преступление в той конкретной стране откуда он вывозит будет а евросоюз или еще какая-то страна поэтому если вы готовы совершить уголовное деяние в стране евросоюза привезти мотор за муку и нам поставить сюда чтобы он стоил там 200 тысяч рублей мы только рады волкам привозите будем продавать будем делать бизнес вместе пока вас не посадят и собственно все будут довольны все будут рады а еще люди меня забавляют когда приходят уже в час спустя почти год видят в отсутствие ну широкого модельного ряда японцев видят высоченные цены и что случилось мы пошутили россия советский союз берлин един и доволен собой давай капитализм хочется ответить что случилось рубаха в жопу засучилась поэтому я не знаю как отвечать на эти вопросы и как отвечать на вопросы вот об этих космических ценах привезите дешевле будем продавать дешевле мы ничего не везем мы не утраиваем цену нам привезли мы поставили вот он есть ну собственно не очень люблю я видео о купи продай чисто хочется всегда дать какую-нибудь хоть чуть-чуть но капельку полезной информации давайте по раз мой про этот мотор соответственно по поводу его раздушки у нас 99 все знают что снимают ограничители получаются там 17 с половиной тире там почти 18 сил а если прошить блок получается 20 и всегда в этот лагерь влезают те кто кричит что нельзя снимать ограничители без прошивки блока потому что мотор нормально работать не будет он там мозги с ума сойдут и все все умрет все пропадет ну собственно история это идет от владельцев настоящих чистых 9 и 9 а также от владельцев mercury 10 а все потому что мотор этот производится японцами видит трех моторов мотор 9 и 9 там стоит блок управления от 9 и 9 с программа 9 и 9 с ограничителем на газе и с рестриктором то есть металлическое кольцо которое ограничивает впуск воздуха второй мотор это пятнашка блок от пятнашки рестриктор стоит к металлическое кольцо она есть но она больше соответственно там нет ограничителей там мотор 15 и 3 мотор это двадцатка рестриктора нет вообще блок стоит управление от двадцатки соответственно моторов 3 и люди путают когда у них чисто девятка я не знаю где они правда берут либо мерк десятка где стоит блок именно от 9 и 9 там все верно если вы все снимете то нормально мотор работать не будет на рынок россии и на скандинавский рынок на прибалтийский рынок идет 99 спорт что за чудо спорт почему он не просто 9 и 9 все потому что у него стоит блок управления от пятнашки кольцо у него стоит маленькая на газе стоит ограничение поэтому он 9 и 9 соответственно когда вы снимаете ограничитель он превращается и рестриктор чуть-чуть делаете больше он превращается в чистую пятнашку завода когда вы рестриктор выкидываете вот совсем воздуха становится больше он как раз чуть чуть выше 15 прыгает и начинает крутиться выше вот в данном случае кстати прибалты по моему с прибалтики мотор если ничего не путаю сразу прошили блоки до 20 сил то есть это по документам 9 и 9 пошли там 99 но блок уже прошит и ограничитель естественно снят то есть там в принципе мотора в таком виде продают клиентам сразу раздушенный то есть магазина для интереса давайте посмотрим мы зайдем подключились мы диагностикой и посмотрим собственно видим мы на главном меню о том что у нас мотор проработал 4 минуты всего то есть действительно новый мотор это не бушный какой-то здесь 5 здесь 4 видимо где-то еще несколько секунд на разных оборотах вот раскидала и видим мы блок 3 rt 19 а это собственно ничто иное как блок от пятнашки в чистом виде то есть каталоге запчастей именно вот такой блок поэтому это пятнашка в чистом виде еще один момент было видео не так давно по установке электро стартера на этот мотор там был комплектом за 100 сгаком тысяч маховик стартер куча проводов всего-всего-всего все конечно при припухли от таких цен и если честно тоже поэтому мы держим под него венец и стартер естественно все не оригинал маховик протачивается ставится прикручивается стартер и на стартер кстати привезли мы оригинальный хомут нижний который крепит стартер снизу потому что когда не оригинал ставят обычно только сверху крутят там есть еще третье крепление хомутом она у нас есть и собственно многие задают вопрос нафигает комплект куча проводов и когда человек для которого мы старте тот привозили он был заказной стал его устанавливать на mercury он его поставил кстати на десятку не возник вопрос у него есть естественно в комплекте реле стартера с проводами и в комплекте в этом шел проводок и он задает вопрос такой евгения куда проводок поставить надо по схеме как нарисованы инструкции зачем придумывать а мы как бы не задумывались комплект и комплект инструкция есть все собирается все понятно как лего и он задает вопрос ну тут не на быть электриком чтобы это понять проводок у нас подключается крыле стартера в арлиста здесь в комплекте в оригинальном идет датчик нейтрали соответственно у вас плюс идет на кнопочку запуска кнопочки запуска плюс дальше бежит на датчик нейтрали соответственно когда вы нажимаете кнопку плюс добегая до датчика нейтрали если нейтраль включена ну да не на передаче мотор плюс бежит дальше на реле стартера прибегает включает стартер стартер крутит все понятно докуда этот проводочек устанавливается в разрыв вот этого датчика нейтрали реле стартера ну вроде ничего страшного воткнул два папа папа все классно и его хвост вешается на массу и человек спрашивает подождите там же плюс идет когда кнопку нажимаю труда плюс до к по схеме пробота на пульта массу должен бросить я думаю блин японцы вообще что-то там что-то вкурили такого что положили провод который устраивает моторе короткое замыкание в комплекте естественно первая реакция слушайте ну не надо быть электриком чтобы понять что его ставить не надо скорее всего какой-то косяк либо это не для этого мотора не ставьте провод и собственно живем с этой мыслью я живу и мучаюсь думаю блин японцы какие-то странные а за ними это не замечено таких вещей и тут натыкаюсь на бюллетень как раз по до установки этого провода на старые моторы и оказывается на старых моторах его не было она более свежие он устанавливается и вешается на массу и собственно вот этот провод который от массы идет обычно в таком кембрики при кембрика если сдвинуть там диод оказывается и вот они японцы подумали чтобы не было каких-то колебаний от реле стартера вибрации вот это электромагнитный которая негативно влияет на блок управления не вставили вот этот проводочек соответственно когда вы колхозите сами собираете комплект ставите релюшку то естественно этого проводочка нет вы о нем даже не знаете мы даже о нем не знали случайно наткнулись поэтому вот такие нюансы всплывают и так что японцы оказывается все продумали все у них хитро на штат не сжечь блока не вот хотя сгоревший блоков на моторах из-за этой причины не было но они перестраховались вот такая минутка полезной информации для вас моторы стоят кому надо стучитесь отправим всем пока как тебе дэнчик шлем а так круче ничего начинаем снимаем здравствуйте здравствуйте